Я хочу спросить, мне там хорошо слышно звучит музыка, потому что я был... Нормально, да? Все, отлично, спасибо. Если плохо, немножко можно поближе подсветить. Мы хотим с вами поговорить об очень интересной теме. Не знаю, насколько она развита здесь, в вашем регионе. Я, правда, спрашиваю, не нашел пока команды, которые занимаются созданием фронтирования в ченово, которые делают в структуре, в чене в смарт-контакте. Я поэтому хочу вас спросить, есть ли кто-то, кто в теме, кто занимается этим? Так, вижу вас, братья по крови. Так, остальные нет, да? Так, а майник считается? Да. Что? Майник считается. Майник – это элемент этой технологии, конечно. А он спорит в этом. Второй вопрос. А скажите, пожалуйста, кто знает, что такое блокчейн? Поднимите руку. Отлично. Мне легче будет. Значит, то есть, ну, баку, вы понимаете, включая технологию. Правильное понимание? Правильное понимание? Не просто термин, а технология. Но тем не менее, это где-то ползала. И я бы хотел свою презентацию разбить на три части. Первая часть – это будет. Мы с вами поговорили на той второй половине, расскажите, что такое все-таки блокчейн. Вторая часть – мы поговорили, где блокчейн уже используется, где эта технология работает. И третья – это будущее, перспективы блокчейна. Ну, вначале важность. Почему столько разговоров об этом, да? Вот Древ сказал, что технология блокчейн – это новый интернет. И в свое время никто не верил, тем не менее. Идея такого же уровня, как интернет. И вот он говорит, меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Вот ответ простой. Это очень большой вопрос. Какая из технологий вообще и какие из компаний вообще останется? Если мы еще добавим все правовные технологии цифровой трансформации, а именно искусственный интеллект, бигдейту и другие-другие все вещи, интернет-вечи, дополненная реальность, то, конечно, узнать новые компании будет очень сложно. Смотрите, вот в Китае запрещен блокчейн, по сути, то есть китайское правительство запретило ICO и криптовалюты. Тем не менее, государственное телевидение назвало блокчейн технологией, которая в десять раз важнее интернету. Это о чем-то говорит. Франшин Саймс не настолько эмоционален, он просто сказал, что блокчейн – самое важное явление десятилетия. Итак, что же такое блокчейн? Давайте дадим определение цепочки блоков переводства с английского. Ну, в общем-то, это распределенная децентрализованная база данных. Распределенная база данных – это база данных, составные части которой размещены в разных узлах, которые называются модель компьютерной сети в соответствии с каким-то критерием. Цепочка блоков транзакций, более счетного определения, то есть выстроенная по определенным правилам, непрерывная, последовательная цепочка блоков. Но я считаю, что правильное, самое правильное определение дал Ярославу Логину, который вот сидит здесь в первом ряду. Я его забыл вам представить, криптоанархист и известный человек блокчейн-классовки Москвы. Будут вопросы, к нему тоже обращайтесь, он программист, архитектор. Короче, хорошо, думаю, вряд ли найдет человек, лучше понимающий блокчейн. Так вот, он дал такое определение, выстроенное определенным правилом цепочки из формируемых блоков транзакций, с экономическим мотиватором обеспечения работы злова, и это мы считаем очень важным. Можно сравнить блокчейн с книгой. В книге у нас есть, ну, это если не да, плачем, еще не знаю, бухгалтийская книга. Блокчейна в блоки, а в книге страницы. Если еще брать аналогию к книге Блокчейна, это нельзя, невозможно в книге незаметно вырвать страничку и сказать, что так и было. Мы не можем из войны мира вытащить или момент, когда Наташа Ростова встретилась с Болгонским, и сказать, вот так и не было этой встречи. Так и в блокчейне нельзя взять и удалить какие-либо данные, если вы вносите это, как говорится, на века. Невозможно изменить существующий текст в книге. Нельзя бы подделать информацию. Содержание книги хранится во множестве экземпляров. Так и здесь база данных, информация сети блокчейна хранится во множестве углов. И в этом преимущество блокчейна – неизменяемость, доверие, легкость аудита и экономия. Я хочу сказать самое главное свойство блокчейна, которое, на самом деле их довольно много, но что главное нужно выделить? Самое главное – это то, что блокчейн устраняет недоверие между людьми и организациями. Если мы говорим о том, что интернет – это новая парадигма коммуникации, то блокчейн – это новая парадигма самоотношений между людьми. То есть парадигма доверия в недоверительной среде, что важно. Но, как утилитарная черта, это блокчейн устраняет посредников, что важно для бизнес-процесса. Если взять немножко истории, ну, я думаю, половина, которая поднимала руку знает, и ничего нового не будет. Но 31 октября 2008 года Задошина Каруда написал манифест, который сейчас сравнивается с манифестом коммунистической партии. Призрак броди по Европе – призрак коммунизма, а здесь призрак броди по Европе – призрак биткоина. На самом деле, это вот его послание, которое называлось «Pir2Pir Electronic Pesh System», в котором она описывала эту новую систему. Он сказал, что я три года работаю над этой системой, и суть ее в том, что нужно передавать цифровые ценности, будем говорить так, цифровые деньги, без участия третьего лица. Я думаю, что это очень важно, потому что нам не нужен банк. Когда мы говорим о биткоине, основное – передача денег от одного человека в иную посредника. Сатоши делает 3 января первый «Genesis Blue». Все было отосвано на форму криптографов, но мало ли кто что-то скажет, что гулян создал супер-минтер-систему. Люди ее юзают, пробуют, но никто как-то особо. Кто-то становится евангелистом этого, кто-то нет. И довольно длительное время это не было каким-то траектором или еще какой-то прорванной технологией. В этом году, пока, в 2010 году, была сделка знаменитая, уже старшая, пунктовая сделка с пиццами, которую уже сделал Аслан Ханич, который придумал майнить, не поговорим, что было майнить дальше, придумал майнить на видеокартах. И это резко ускорило майнинг криптовалюты, но очень много, это нормально, но они ничего не стоили. И он предложил за 50 тысяч биткоинов купить пиццу. Открытался какой-то день в Лондоне, он заказал бы на за 20 тысяч евро пиццу, ее доставили в Америку, и Ханич перевел 10 тысяч. В декабре 2017 года эти 10 тысяч стоили 200 миллионов долларов. Очень интересная вещь, да, когда пицца стоит 200 миллионов долларов. В 2011 биткоин торгуется на бирже, в 2012 первый банкомат на биткоине, в ноябре 2013 резкий рост курса. Текущий на 10-е, когда презентацию делал 6,5 тысяч, ну сейчас упало, да, Ярослав, где-то 6200, да. Упало, вырастет. Что такое Сатоши, откуда он взялся? Начали много интересных вещей про это говорить. Вот нашли некого Дориана, Сатоши сказали, биткоин вы придумали, вот его реакция. Он взял его биткоина, что это такое? Есть Крэк Райт, который мог это сделать, но он не делал. Он сказал, я, Сатоши Накомоту, потребовал доказательств, приватный ключ, первого чинезис блока, но это не подтвердилось. Мы думаем, что это Никсаба. Никсаба давно работал в этом направлении. Он создал, он и придумал флагконтракт, и он. Именно он создал Волдмит, это технология, которая отбирает сыграном золотом. Чуть-чуть его технология не дотянула. Она такая рентеча блокчейна. Итак, блокчейн, технология. Почему она возникла? Очень много меня спрашивают. Много разных теорий. Кто-то говорит, что АНБ придумала, чтобы всему миру на Совете решить проблемы Соединенных Штатов, с тем, чтобы задолженность эту триллионную. Много еще других вариантов было. Мое мнение, расскажу вам, это все-таки ответ на ложь. Какая ложь? Вы обратите внимание. Вы мне пузырь. Знаменитый инвестиционный банк Клемен Мразерс опубликовал в 2007 году отчет финансовый. Выручка 59 миллиардов долларов. Чистая прибыль, это знаете, это после уплаты налогов. 4,2 миллиарда. И через 9 месяцев банк Клемен Мразерс. Это что такое? Что за ложь? Почему они обманывают людей? Банк накрылся медным тазом. Что-то с этим надо делать, с этой ложью. И ответственно высказал человек, который далекий от IT. Крайклой Крайк. Человек, который придумал органическую архитектуру. Архитектор. Органическая архитектура, это когда мы приезжаем на место строительства здания, да? Но гуглозерами не ровняем ничего, а встраиваемся в то, что существует существующие лошадки. Называется органическая архитектура. Так вот он сказал. Во всяком мире власти вынуждается менять деньги идеями. Я думаю, об этом и дело. Будем встать от лжи. И ученые и вегетеры, они придумали эту технологию. Которая с 2013 года стала расти. И вы знаете, что спекулянты, которые увидели этот потенциал, они создали вот этот Тузумун. И волатильность пошла вверх. С того, что ничего не стоило до 20 тысяч долларов. Но сейчас, слава Богу, это все упало. Я говорю, слава Богу, почему. Потому что сейчас вот как раз мы должны заняться, мы с вами. Я надеюсь, кто-то услышит призыв. Заняться нормальной человеческой работой по использованию этих Тузумуней. Что еще решать блокчейн? Яблоко. Обычно яблоко я передаю человеку. Все понятно. Есть субъект, объект. Есть материальная вещь. Никаких вопросов. Вы передали яблоко. Как передать цифровое яблоко? Ну, вы скажете, по электронной почте нужно. Режимочек. Обязательно отправим. Да. Если подразумевать под этим яблоком некую цифровую ценность, то я, как передая вальчик этого дела, отправитель, я могу растиражировать, как сделать цифровую модель этого яблока уникальной. Ну, и потом, как защитить от того, что мы не харфовали это дело. Так вот, это решает блокчейн. Итак, какие вопросы решался Тоши при создании биткоина? Кстати, биткоин – это не только криптовалюта. Понятие биткоин в первую очередь включает в понятие блокчейн, во второй – протокол, и в третью – криптовалюту. Итак, какие вопросы решался Тоши? Первое – задача византийских генералов. Как создать распределенную синхронизованную сеть? Как замотивировать участников сети, поддерживать ее, формировать и подтверждать блоки с транзакциями? Как перейти к консенсусу? Как передавать большие объемы информации? Как надежно зашифровать транзакции? И важный момент – экономическая модель в этом вообще. Задача византийских генералов. Очень важный момент, когда я разбирался с этим, я понял, что, может быть, это самое главное в улучшении. И это делается на примере задачи математической, которая существует в улучшении. То есть, когда речи исторические, да, византия, в упадке, но, тем не менее, она ведет войны, она нападает на неприятия. Есть подразделения, которыми командуют генералы. Задача… А, есть главнокомандующие. Проблема в том, что она в упадке, соответственно, есть предатели – люди, которые предали византию. Вопрос. Ну, сразу проецируйте на сети вместо подразделения генералов. Это, конечно, компьютеры, естественно. Вопрос. Как решить задачу? То есть, как победить в войне? Есть три варианта решения. Первый вариант – это все оконгуют одновременно, захватывают на прессе и побеждают. Самый лучший вариант. Второй вариант – все отступают, одновременно договорившись. И это промежуточный вариант – армия сохранена, решение будет возможным наличным. И третий вариант – когда одни подразделения атакуют, другие подразделения отступают, неприятель видит хаос, наступает и разбивает византию. Как не допустить третьего варианта? Так вот, если есть предатель, и предателем может быть главнокомандующий, что очень важно, то когда предатель – главнокомандующий, у этой системы нет шансов. Он будет одно подразделение направлять вперед, другие направление назад, и система никогда не сможет играть. То есть, мы говорим о том, что децентрализация, устранение одной точки отказа и руководство с одной стороны является важнейшим элементом этой системы. Как создать распределенную децентрализованную сеть? Ну, мы это знаем. По ту роту и так. Это одноранговая децентрализованная пиревровая сеть. Пир-ку-пир равный к равному. То есть, в какие-то моменты, вернее, отсутствуют выделенные серверы, и каждый кузер, пир, является, в какой-то момент является клиентом, в какой-то момент он, он является сервером. Как зашифровать, как сделать так, чтобы никто это был нехак? Вот одно из направлений фиширования. Ну, я думаю, многие из вас знают, что такое хэш-функция. Это преобразование массивов в каких-либо данных произвольной длины в выходную битовую страну фиксированной длины. Здесь, на экране вы видите... Да, в влучении используется СЧИ-2. Который будет СЧИ-256. Это технология СЧИ-у-хэш-алгоритм, которая была разработана АНБИ. Кстати, что добавляет сомнений в тех, кто говорит, это все придумали вражеские спецслужбы. Но, тем не менее, это так, они разработали ее, открыли и отдали это в свободную доступ. Но используют СЧИ-266. Не трудно. Для примера, мы с вами видим хэш романа Альмана Колычева «Столстовая новая». Вот он внизу. То есть, что такое хэш? Это такой отпечаток пальца, объем информации, сверсток. Который позволяет хребить данные штуки. И так, зашифровали. Что, наверное, еще остается? Как замотивировать людей создавать эту сеть? Вот и был придуман знаменитый майнер. То есть, добыча полезных ископаемых появится. Это деятельность по поддержанию распределенной платформы и созданию новых блоков. Собственно, майнеры, они думают, что они зарабатывают криптовалюту. На самом деле, их главная задача – это поддержка сети и формирование блоков. Как же происходит этот процесс майнер? Я бы его сравнил с собственной санитарей. А это довольно бессмысленный процесс. Который, в общем-то, происходит таким образом. Ну, такой аналог, как бросание кости. Есть ноды. Ноды – это программное обеспечение. В компьютере и сам компьютер. Программное обеспечение, начиная с дженетских блоков. Вот это всю цепочку блоков, которые формируют цепочку транзакций. Все нормально? А, это вот это выключается, извините. Я переставлю еще, да? Угу. Значит, в чем... В чем свойство этого действия? Значит, программное обеспечение, оно занимается перепором. Хешей, оно берет некое число, ноутс, как называется. Оно подставляет это. И... И... И числовое значение этого хеша должно быть меньше некого заданного. Который называется дефект титали. Целевого уровня. Ну, если так образно, бросайли кость, не нашли. Этот хеш меньше заданного. Нода 722 следующая бросает, не нашла. А вот нода 423 нашла. Бинго. Она выиграла. Она выиграла и со всей сети, которая разбросана по миру. Ноды находятся во всем мире. Любой из вас может стать нодой. Для этого нужно зайти на Bitcoin.org и скачать все программное обеспечение, и начинать человек с блока. И стать майнером. Ну, вопрос, что вы на майнице. Я думаю, они ничего, но сатоши на майнице. Сатоши это 7,0,1. А вот Bitcoin. Ну, то есть это даже там меньше рубля, там, и так далее. Поэтому люди сбиваются в пулы. Их 21 наиболее мощных. Они объединяют свои возможности по поиску этого хеша. И вот они выигрывают. Что получают они взамен? Они получают 1,5 биткоина. Если перевести, то в районе 80 тысяч долларов. И каждые 10 минут происходит формирование блока. Получение выигрыша и присоединение этого блока к общей сети. Ну, а не просто присоединение. Основное, что он сам придумал сатоши на работе. Все остальные технологии. Централизация. Значит, пирту, пирту, сеть. Это все было придумано. Сатоши придумал уже оказательство выполнения работы. Пуф. Пуф. То есть, Пуф-эфлок. Это, ну, в общем-то это принцип защиты сетевой систем от флоп выпрямления услугами. Причем. В основном это атаки себе защиты, которую нотчейн решает. То есть, что такое Proof of Nod? Вот когда человек нода выиграла, программное обеспечение отдает в ней пул на проверку. И шесть нод, выполненные гарандомно, должны подтвердить, что действительно эта нода выиграла, что действительно она правильно сформировала транзакции, блок с транзакциями. То есть, все транзакции, которые были сформированы правильно, правильно написаны хэш этой транзакции, правильно показано, когда они дают добро, только тогда, а это процент 10 минут лица, только тогда блок присоединяется к общей распределенной сети. Очень затратно, да? Много денег идет на электричество, на объемы большие, используются компьютерные. И это неэкологично. Поэтому придумали еще один Proof, который, в принципе, работает. На самом деле их придумали много. Но вопрос в том, что работает, что может работать безопасно. Так вот, Proof, Proof of State, он здесь просто. Потому что тут существует наш мир. Здесь у кого больше денег, то у кого вероятность сформировать блок выше, соответственно, вероятность выиграть тоже выше. Есть разные модификации. И, конечно, платформа о российском происхождении Александра Иванова, она сделает, например, лизинг Proof of State. Другие делают дилегейты Proof of State, которые отдают полномочия каким-то нодам, которые, собственно, это и решают. Много еще и других, но мы еще поговорим о доказательстве о группах. Вот пример выигрышного хэша. Обратите внимание, это реально выигрышный хэш. Видите, вначале 20 рублей. Именно это наличие нулей говорит, что, в общем-то, число значения этого хэша меньше заданного. Да, мы еще должны сказать, что про хеширование у нас есть очень интересная криптография, а именно симметричная система защиты информации. То есть, когда вы открываете кошельки, у вас получаются публичные и приватные кошельки. И именно вот это сочетание позволяет обеспечить приватность и шифрование вот этих информаций. Но Сатоши сказал, что мы считаем, что цифровая монета – это последовательность цифровой подписи. Каждый держатель переводит монету следующему владельцу, поставив свою цифровую подпись, и открытый ключ следующего владельца. И получатель может проверить достоверность подписи и видеться, что данный биткоин действительно переходил от одного владельца по монету. Ну и естественная экономика. Мы видим мотивацию в создании сети. Мы видим, что люди идут... Ну, скажем для примера, что количество нот биткоина в районе 7-10 тысяч. И это важно. Важно для безопасности. Важна защита от атак. Атаки двойной траты, атаки 51%. Сейчас, пока, биткоин с всем этим справляется. Теперь важным моментом удовлетворения является смазконтракт. Умный контракт придумали в эфире, который создал наш соотечественник Италий Бутерин. Вы знаете, о нем, наверное, много. Он, собственно, в 17 лет открыл журнал «Биткоин Магазин». И сейчас он продолжается заниматься на эфире. Умный контракт. И так вывезет умный контракт. Что это такое? Давайте посмотрим, как работают умные контракты на примере контракта в недвижимости. Кстати, это вещь, которая полностью изменит предпринимательский ландшафт. Мы убираем человеческие замоклашения, ненадежные, мошеннические. И часть функций, часть. Функции отдаем программному коду. Программе, которая все и выполняет. Вот пример. Продавец дома, продавец-покупатель дома. Открываем кошельки на эфирах. Покупатель заносит стоимость дома. Ну, это обязательно в криптовалюте, заносится на свой кошелек. И создаем смарт-контракт для замечательного облачения эфира. 90% смарт-контрактов делаются на эфире. Что происходит дальше? Все. Продавец и покупатель могут поехать и рыбачить. Ну, они будут дальше. Дальше все делает смарт-контракт. То есть этот скрипт, который выполняет следующий функций, он заходит, проверяет, действительно ли этот дом заходит в регистрационную плату. Сейчас это теоретически, потому что здесь вопрос государства. Мы рассматриваем, как это работает в теории. Как работает реально, скорее всего, вам могут рассказать сегодня. Вечно будут представители СББ, которые могут работать с государства на распределенные реестры. Вот они, наверное, могут рассказать. Сейчас, пока мы теоретически говорим. Ну, почему это, наверное, ремарку не предстоит. Итак, заходим в регистрационную реестр, проверяем, действительно ли это принадлежит продавцу Дону. Если да, то переводим на покупателя и параллельно снимаем деньги с покупателя в фрикте и переводим продавцу. Все. То есть, изначально договоренности человеческие, выполнение скрипт, программа, код. Теперь давайте посмотрим, как это все реально оплачено. Вот это такая стена плача, где уже используется блокчейн и... Ну, или стена радости, давайте ее назовем. Давайте поподробнее ее рассмотрим. Итак, социальные сети. Что нам дают социальные сети блокчейн? Мы убираем. Синдром Цукерберга. Когда его вызывают в Конгресс и спрашивают, почему делали это, это, это. Правительство наезжает на него, а он модерирует кого-то. Удаляет. Это невозможно, когда сеть децентрализована. Синериал делает это. Пока это такие опытные, не слишком широкие. Но когда понимание и количество созреет, то и качественный переход будет на децентрализацию. Т.е. социальная сеть, которая выбирает серверные агентов и модератор к цензуре. Отмена системы цензурирования со стороны, мы надеемся, социальных медиа. Отмена алгоритма сортировки новостей и управления контентом. Понимаете, да, что сортируют и дают вам только те новости, которые вы... То есть манипулируют вам, то есть дают те новости, чтобы вы делали то, что они хотят. Антиконтрафакт. Здесь у нас выбираются юристы, провайдеры страновых услуг, альпи-специалисты, специалисты в области интеллектуальных продуктов. Я сейчас не буду останавливаться конкретной, будет презентация на том, чтобы почитать это все, и зайти моим сайтам и смотреть, как будут дела. Но, потому что очень много различных использований в различных областях. Цифровая идентификация, то есть проекты выбирающие посредников в лице серверового сайта посредников, использующих OnLine.info. То есть это прозрачное и безопасное управление данными, нет централизованного хранилища, базы данных ID, профилей. Право собственности. Вот известный проект немецкий, Escrime, они фиксируют право собственности на картины. То есть это фотографируется картиной, ее хэшинг, фото размещается на молчение. И, как мы уже знаем, это невозможно изменить, но это сертификат человеку, и подделка уже невозможна. Управление. То есть проекты выбирающие посредников в лице offline. Организации процессов контроля, сборе, анализы данных. Интернет вещей в финансовой сфере. Убираемые посредников в лице регистраторов, брогеров и атмосфер-агентов. Нотариусы вы знаменитые. То есть влачение выбирает посредников. Наш последний государственный нотариус, который регистрирует послами. С нами эти истории о черных рентах, о том, что нотариусы покупается, человек в данной ситуации проблема. Ну, в общем, вы должны понять. Мы убираем человека с его слабостями, с его неправдой ложью и меняем его на программу. Суплайн через процессы производства. Очень интересно. Мы рассматривали как-то кейс. Обычный пример. Как, например, выращиваются помидоры, которые продаются особенно, не знаю, в основном помидорах точнее, но в Москве они очень пластмассные. Туда забиваются куча селитра и куча всякой галости, потом на этой едины печень большая и убираем рано. Как сделать так, чтобы люди делали нормальную продукцию? Как отследить? Суплайн чейн сделать? Да, вы должны на каждом этапе с помощью не только блокчейна. Блокчейн, да, вас в данной программе записывали. Которую нельзя никаким образом изменить, т.е. хардинг призем. Ну, там, конечно же, должен быть еще интернет-вещи, ослеживающие каждую цепочку. И мне вот задают такой вопрос. Послушайте, ну что ваш блокчейн, он что? Волшебный ворец, который изменит человека, чтобы заставить его не лгать и говорить только правду. Нет, он его не заставит. Потому что это всего лишь база данных. Но, представьте себе ситуацию. Тут производитель помидора написал, как он выращивал помидор. Плавным туда селитру и плавным за селитру. Например, он соврал, что он не плал. Но ему в погоню за прибыль нужно быстро было выращивать. И он действительно плал. В конце цепочки это определяется. И все люди по нашему словам. Потому что изменить ничего не сможет, как сейчас, сертификаты подделать, порвать. С кем-то договориться в Витилии, в Роспотребнодзор занести чемодан невозможно. Если вы записали в реестр, вы, как говорила Арнерская, плюнули в вечность. Вы свою ложь зафиксировали. Если вы готовы лгать все время, пожалуйста. И люди это увидят. И придет другой, который не будет лгать. И не будет власти заселить его или еще чего-нибудь. И он выиграл. Очень интересный кейс Open Bazaar. Это новый вид электронной коммерции. Чем интересен? Ну, по сути, это Авито. Площадка, на которой собираются продавцы и покупатели. Их соединяет в данный момент ни копейки, ни бюро посредственников, как Авито. Авито нужно содержать. Это централизованная система. В ней есть компания, директор, не знаю, куча народных модераторов, бухгалтера. А здесь просто программа централизованная. И чем она еще интересна в том, что в этих моментах продажи напрямую есть проблема. Некачественная продукция. Здесь люди придумали вещь, которая... Когда вы можете взять третий ролик про продавца и покупателя, вы еще можете стать арбитражем. То есть вы можете осуществлять аудит этого. За это вам будут платить участники этой сделки. Но это не аскроу, но это арбитраж. Важный момент хотел, такое лирическое отступление. У тех же работают биткоины, у тех же работают криптовалюты, точно. Они работают очень хорошо. Время, да? Да, по-быстрее. Есть еще вопросы, поэтому не будут новые вопросы. Сейчас. ЦБ оценил теневой оборот рынка в Москве 600 миллиардов рублей в месяц. Это 20-25% месячного оборота розничной торговли России, или больше всей розничной торговли Москвы. Три рынка дают 60 миллиардов рублей, 25% месячного оборота России, которые идут мимо. Учтите, что Центробанк вычистил банки по поводу черного налога, наличивания и так далее. Как же они решают свою проблему? Ответы чинили. Через биткоин. Китайские производители продают за кэш, потом переводят этот биткоин и отправляют в Китай. Вот там биткоин работает очень четко. Проблема блокчейна. Плохая расштабированность, как следствие низкая скорость, высокая стоимость транзакций, влияние на окружающую среду, сложность системы, из-за чего не гибким трудно оценить ее достоинства. Финансисты и государственные очень заинтересованы в распространении этих налогов. Ну и критерии применения вы можете посмотреть обязательно. Здесь пункт 3 – отсутствие доверия. То есть наличие базы данных, множество авторов, отсутствие доверия. Будущее, которое ждет получения. Пузырь лопнет. На этом мы видим. Мы уже наблюдаем этот процесс. 90% токонов прицепили неудачу. Будут расти государственные криптовалюты. То есть многие правительства не будут сидеть и смотреть, как существует нечто отдельное от них, которое может решать проблемы людей, иное государство. Поэтому криптовалюты есть. Мы с нами Петро. Но цель блокчейна – распределение власти. Не разрешая одной группы контролировать, свободно изменять правила. Децентрализованные криптовалюты дают это мощное средство для сдержек и противовесов. То есть весь смысл системы сдержек и противовесов. А государственные криптовалюты этому противоречат в корне. Но они все равно появятся, и они будут, я думаю, через какое-то время будут и криптовалюты. А децентрализованные криптовалюты с параллельной такой операционной системой в экономике планеты. То есть будут попытки его уничтожить, но это не получится. Потому что нет консенсуса между государством и государством, которые надоели влияние доллара и европы, такие как Латинская Америка, Сингапур, Швейцария. Они будут приветствовать децентрализацию криптовалюты. Нам нужны убойные приложения для криптовалюты. И это не браузер. Мы знаем про их в браузер, который прибирался на NOA. Это браузовое приложение, которое распространено везде, в любом использовании, выступает как платформа для любых операций. Считаю, что блокчейн — это начало децентрализованного консенсуса. Будут еще другие консенсусы, кроме proof of state, proof of work. И система блокчейн — это только первое внедрение. Нам нужна... Еще вырлышь на секунду. Виза дает в районе 25 разные данные в разные пиковые моменты. Ну, никто бы называть это 100 000 транзакций в секунду. Блокчейн дает всего лишь 7 транзакций. Вы можете понять, пока формируется блокчейн, транзакций в секунду — это очень видимо. Может быть, с вашим участием будет разработана система новая, на искусственном... вернее, с помощью искусственного интеллекта. Нужно сделать, чтобы криптовалютам стало намного легче их пользоваться, и это будет сделано. Сейчас, если вы занимаетесь либо третьимом, либо оплатой через криптовалюты, у вас одна отшивка лицо — конец. Вы такой кусок материал. В том числе много хакинговых, ну, не на самом думанном блокчейне, а в биржах. И те люди, которые они хранят на холодных ташельках, они тоже теряют. Протоколы будут обстрагированы, отделены от монет, то есть стандартизированы. Потому что сейчас, если вы придумали чесалку для спины, сделали полчейный проект, вы делаете свой протокол. Нет, будут единственные протоколы, и это чем-то напоминает эволюцию сегодняшних серверов. От головы железа до виртуализации картельников и бессервной обработки данных. Будет осолнение этой монеты 50-100 второстепенных и бесконечное множество их виртуальных вариаций. Мы знаем 4 модели монет. Это дефляционная, накопительственное инвестирование, как security coin. Инфляционная монета, stable coin, это отражает сегодняшний доллар. Токен действия, действия в сети, которые всегда должны быть бесплатные. Например, для голосования, правдивительственное сообщение. И токен вознаграждения. Мы понимаем, что экономика меняется. Мы понимаем, что мы ничего не понимаем в экономике. Представьте себе искусственный интеллект. Будет собирать статистики по всей планете в реальном времени. И можно увидеть реальный экономический эффект. Скажем, от прошлого на стаде, взрываемый одной страной. И, как сказать, цена на строительство другой страны, которая зависит и так далее. То есть блокчейн очень изменит структуру. И, конечно, резкий рост гейк-экономики. Гейк — это фрилансеры. Сейчас стараются по-разному прийти и делать карьеру. А все идет к тому, что вы в том числе и будете на данном периоде, и будете иметь 5-6 мест работы. И в этом... Сюда отрижется все. И управлять вами будет искусственный интеллект машиной. То есть вам не придется искать работу. Машина будет знать ваши способности и умения, и подбирать как раз срочные заказы. То есть IT-проект будет выполняться на определенной децентрализованной системе, которая будет разбивать работу на кусочки, анализировать ее, и выступать project-менеджером. Отправлять задачи конкретным программистам, которые будут в этой системе. То есть искусственный интеллект как бы объединяет GitHub с оборудованием системы и механизмом труда одновременно. Вывод. Технологии блокчейн представляют собой фундаментальное обновление экономической системы мира. И когда они до нужной стадии будут загружены, в этом, я надеюсь, вы поможете, то мир станет совершенно другим. Интернет. Это время намного говорил Роберт Метков, изобретатель инцидента. Сегодня мир без интернета невозможно представить. 20 лет не нужно было для этого интернету. Но, парадоксально, но блокчейн пока ее, наверное, гораздо быстрее. Блокчейн получили, а сегодня... Спасибо, вопрос. Спасибо, вопрос. Подходите сюда. Кто хочет задавать вопросы, подходящий сюда. А еще один вопрос. О том, что в манере разбирается, как всегда не считаете ли это проблема, что мы сейчас думали, что мы решили поддерживать историю развития системы? Посталка. Не считаете ли это проблема, что мы решили отчастливать умы и не понимая, что это делает какое-то мнение, что это будет для этого. Да, хорошо, спасибо. Хороший и интересный вопрос, по-самому деле. Если мы возьмем, да, эту проблему. Я перечислял вам проблемы, и это одна из них. То есть, то, что реально сбиваются в куллы, а их посчитали реально 21. Поэтому, кстати, новая система, которая называлась EOS, она создала, например, в стеке, именно систему, в которой 21 валидатор. Они просто посмотрели, как делается в битковине. Да, проблема существует. И существует другая проблема 51% договоренностей, которые могут эти 21 клуб организовать. Но, пока этого не происходит, потому что это все равно, что выстрелить с битковом. Они задерживают битковины, у них разборная масса, поэтому... Ну, я не думаю, что люди будут с саморубийцами. Это может быть один-два человека, но, как я говорил про децентрализацию, эта система работает один-два, ладно. Все остальные обновят эту систему. А еще вопрос? Спасибо за добавку, было очень интересно. Вопрос такой, смотрите, вы сказали, что кто выпустил битковин, и, безусловно, известно действие на это положение. Скажите, пожалуйста, кто конечный бенефициар? Кто вышел на биржу? Кто поставил наркоману? Кто в этих символеет? Я думаю, первый вопрос. И с научным вопросом. Каково отношение официальных позиций на Россию прикольным? И что возил годовому гражданину за какого-то восточного месте, где он будет производителем? Спасибо. Хорошие, правильные вопросы задаете. Так, итак, кто бенефициар? Бенефициара нет. Нет, потому что это распределенная система. И любое дело не могло появиться из воздуха, наверное. То есть, смотрите, блокчейн, тот же эфир, создают люди конкретные, они создают команду. Проект создают концентрализованную. Но задача в том, чтобы сделать, то есть, грубо говоря, все свои лечения и полномочия отдать, отпустить. И только, я думаю, в биткоине это было достигнуто благодаря тому, что Сатоши исчез. Может быть, и было в этом смысле его основное. То, что он исчез, чтобы добиться реальной децентрализации. Потому что, если мы возьмем эфириум, что происходит? Происходит хардфорк. Хардфорк... Ну, софтфорк. Софтфорк не так. Хардфорк... Вы знаете эту историю, да? Биткоин кэш. Биткоин, который разделился. Потому что не биткоин, а эфириум классик образовался, да? То есть, что произошло? Украли деньги. И волевым решением Дутерин откатил транзакции на какой-то блок эти деньги еще находились. И сделали форк. И вот это стало эфириумом. Тот, кто с ними согласился, пошел дальше. И это стало эфириум классик. Это элементы централизации. И, конечно же, Дутерин это сделал централизованно. Почему? Вот эти ребята не согласились. Как это можно оценивать по-разному? Одни говорят, и большинство сказали, да, все правильно сделано. Потому что деньги были украдены. Надо было их вернуть. А те сказали, нет, это противоречит принципам самого децентрализации. Но, тем не менее, существует как одна редко, так и другая. А реально, так объективно, положая руку на сердце, вы можете сказать, что самая основная децентрализованная система – это биткоин. И это все понимают и видят. Когда вы посмотрите на CoinMarket перечень всех, им сейчас 1000 валют, то 50% почти занимают биткоин. Это не просто так. Потому что это реальная, реальная децентрализация. Спасибо. А, я спросил, что Россия. Россия. Отношения России, как и других государств, насторожены. Потому что сама по себе технология является антибанковской и анти... Ну, я не хочу говорить антигосударственной. Она антигосударственная в каком смысле? В смысле старой системы управления, в смысле коронавируса, в смысле самых негативных проявлений государства. Государство в лице чего-то такое? Остерегается. Давайте мы понаблюдаем. Итак, никакого заголодательного эффекта в России нет. У нас есть группы, которые работают в Думе над этим. Но, что я хочу сказать. Как вы, ребята, старались за свои места, за то, чтобы удержать это? Вы не можете остановить прогресс. Вы не можете броситься под пояс. Он вас сметет. Потому что эта технология существует. Она будет менять мир полностью. Мы начнем доверять друг другу. И что-то пытаться остановить, и невозможно. Спасибо. Спасибо, Григорий. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо и вам. У вас был хорошая милиция и хорошие благополучия. Вот, у меня есть какие-то милиции Григориевны. Мы выбрали организаторов. Мы поставили рейс-куль. Интересно. И я хочу сказать, что после меры гироскописты здесь будут выступать от рейс-кран.